Так вот, самая загадочная коренная раса человечества – это третья раса. Она проявилась после эволюционного катаклизма на материке, который назывался Лемурией и простирался от Индийского океана до Австралии. И теперь основная суша этого материка покоится на дне Тихого океана. Так считается, что там она. Так вот, начало развития третьей коренной расы имело место десятки миллионов лет тому назад. И новейшие археологические находки и исследования дают основания полагать, что современный физический человек появился на Земле более десяти миллионов лет тому назад. Это сегодняшние данные, современные. А в Тайной Данклине говорит, что этот срок равен 18 миллионам лет, что 18 миллионов лет тому назад уже был, по сути, современное физическое тело современного человека. Так вот, физико-химические условия на планете во времена проявления третьей коренной расы по современным меркам были явно агрессивными. Однако постоянная связь человеческих существ с восходящим потоком эволюционной энергии обеспечивала на уровне целостного организма полную нейтрализацию агрессивных факторов внешней среды. И обеспечивала своевременная адаптация организма к изменяющимся условиям обитания. Среда была агрессивная достаточно, но вот эта энергия восходящая, она нейтрализовывала вот эти агрессивные факторы. Ну, как могла. Ну, то есть, божественная сила, но она сниже шла. Другого качества сила, но всё равно она происхождение божественного. Ясно, да? То есть, формирование тела, всё божественное. Все энергии, все силы, вообще всё, что в эволюционном процессе есть, было и будет, оно всё есть единый Бог. И сейчас людям, которые сознательно открываются в потоку нисходящей эволюционной энергии, не грозят ни радиации, ни загрязнения окружающей среды, ни болезни, ни водные микробы, ни вирусы. Если вы открылись в нисходящем поток, он тоже нейтрализует всю дрянь, всю заразу. Ясно или нет? Достаточно успешно всё это делает. Если вы искренне в его принятии открытости ему, то он 100% обеспечивает, гарантирует вам безопасность в период вашего эволюционного роста, в период вашего пребывания здесь на земле. Вот как-то показывали давно, правда, 80-летних бабушек, которые живут в самой страшной чернобыльской жёне. Эти бабушки едят грибы, ягоды, зелень, пьют молоко, улыбаются, и вот открыто видно, что они в духе рождённые, и всё у них в порядке. То есть никакая радиация на них не действует. То же самое тонкое или тончайшая радиация позитивного свойства – это та сила, которую мы понимаем. Если наш тело напитано этой силой, то всё остальное деструктивное, способное нейтрализовываться. То есть новая энергия, обменная седа в физическом теле, она нейтрализует любую дрянь. А мы наивные, наукой магии околдованы, всё полагаемся на разного рода изобретений, фильтры, озонаторов, приснителей, нейтрализаторы. Вот. Верим в костыли, в экстрасенсов, в дорогостоящие таблетки. Ну, пора больше, в общем-то, повзрослеть. А всё в жизни так просто. Помните слова украинского философа XVIII века Григория Сковороды, который как-то очень метко подметил. К счастью, Бог создал метод таким, что то, что нужно, не слишком сложно, а то, что сложно, не слишком нужно. Вот так, что, оказывается, давайте жить по-простому. Так вот, семя новой расы, зарождающейся в недрах старой, составляет человеческие существа наиболее продвинутые в эволюционном отношении. Так вот, в чём продвинутость определяется? В МГМ продвинутости, да, так вот, продвинутость определяется степень зрелости психического существа, нашей эволюционирующей истинной сущности. Властин, достаточно она зрелая, то есть имеет духовный талант. Вот сегодня мы говорим, да, а тогда ещё о духовном таланте речи не было, но степень продвинутости определяется степень зрелости этого носителя и нашей истинной сущности. То есть, а это пионеры эволюции, то есть они находятся на самом острее эволюционного процесса. То есть, продвинуться, определяющая степень зрелости психического существа, которое как магнит способно притягивать эволюционную энергию. Ясно? Зрелое существо притягивает эволюционную энергию. И процесс идёт. Незрелое – нет притяжения. А вот мы сегодня активно, имея зрелые достаточно души, активно сопротивляемся эволюционного процесса, если эта энергия притягивается в магнитном сердце, когда мы расслабляемся периодически, она действительно буквально как молния поражает наш организм, но ничего не строит, не меняет нас. То есть, она выполняет деструктивную работу. Мы должны открыться, дать возможность ей вести ту работу, которую она должна выполнять. Понимаете? Логика есть? Даже простая человеческая логика. То есть, не надо в высоких материях здесь говорить, не в какой-то философии высшего порядка. Достаточно понятно. На самих себе мы это можем испытать. То есть, вы видите, на собственном опыте. Так вот, совокупная координированная работа психического существа нашего и пространственной эволюционной энергии определяет всю эволюционную динамику, включая трансформацию физического тела. Нам кажется, что своей умственной активностью, витальной активностью, или с помощью каких-то оккультных сил мы можем направить эволюционный процесс в нужное русло. То есть, мы можем как-то сознательно его куда-то направить. И как-то его подкорректировать. Так что, не надо этим обольщаться, это очередная иллюзия ума. То есть, это очередная ловушка, в которой нас пытается завести враждебные силы, оккультные силы. Единственное, что мы можем сделать, чтобы действительно эволюционный процесс протекал согласно плану Всевышнего, это сознательно ему открыться, дать возможность истинной сущности выйти на первый план, и не мешать работе эволюционной энергии. Вот то, что мы должны сделать, это в наших силах. А как-то помочь эволюционному процессу умом, какими-то, так сказать, оккультными разного рода деяниями, это бесполезно. Это не в нашей власти. Так вот, вернёмся к третьей коренной расти. То есть, выжившие после планетарного катаклизма наиболее плотные существа второй коренной расы бесполым путём, посредством яйцеобразного метода, это я цитирую станцию Дзиан, выделили из своих тел первые существа третьей коренной расы, которую называют андрогинной, то есть двуполой или расой гермафородитов. То есть, выделили посредством яйцеобразного метода из своих тел первые существа третьей коренной расы, в которых присутствовало признаки обеих полов, и мужского, и женского. То есть, андрогинная или двуполая раса. Это в начале третьей коренной расы, вот те, выжившие из второй, наиболее плотные, они выделили уже, так сказать, физические тела или носители третьей коренной расы, двуполые, андрогины. В тайной доктрине о третьей расе говорится следующее. Почти что бесполая при своём появлении она стала двуполой или андрогинной. Конечно, стала весьма постепенной. Переход от первого преображения к последнему потребовал бесчисленные поколения, в течение которых простая клетка, и вшедшая от самого раннего предка-породителя, двое в одном, сначала развелась двуполое существо, затем эта клеточка развелась в настоящее яйцо, и выявила однополое существо. Третья раса человечества называется самой таинственной из всех, до сих пор развившись в пяти рас. Тайна, как именно произошло же рождение того или иного пола, не может быть полностью объяснена. Но ясно, что отдельные единицы третьей расы начали разъединяться в своих оболочках или яйцах ещё до рождения, и выходили из них младенцами определённого мужского или женского пола. По мере смены геологических периодов вновь нарождённые субрасы начали утрачивать свои врождённые способности, и к концу четвёртой субрасы третьей коренной расы младенцы утратили способность ходить. Как только они освобождались в свои оболочки, к концу пятой субрасы человечество уже рождалось в тех же условиях и посредством тождественного процесса, как и наши исторические поколения. Но на это потребовалось миллионы лет. Очень медленно, раз там медленно всё происходило, то есть вот вообще сверхплотных, а потом андрогены, а потом человек. То есть в этой третий раз и самой загадочной произошли наиболее, так сказать, интересные изменения касаемо носителей физических тел. Самое интересное изменение. Что люди были когда-то андрогенами, подтверждается, в частности, анатомическим строением тел мужчины и женщины. То есть зародыши закладываются, у человеческого зародыша половые органы закладываются в обеих полох одинаковые. В дальнейшем они, мы индивидуумы отдельно уже развиваются в определенном, так сказать, определяя существа конкретного пола. Есть это в нас. То есть, по сути, весь процесс, вот этот третий раз, как там, что происходило, у нас он заложен в развитии внутриутробным младенца. Понятно, да? Весь эволюционный процесс там есть. Бытует легенда о том, что человек когда-то утратил свою половинку и перестал быть самодостаточным. Но андрогенов самодостаточен был, ему все нормально, ничего не нужно было в этом плане. Вот. Из тех самых пор он ищет ее эту половинку, но никак не может найти. То есть, ищет никак и не может найти. Не может найти, да? Вот. Потому что надо искать не половинку, а целую. То есть, надо искать свою истинную сущность. Вообще-то. То есть, не в том направлении идет поиск. Сегодня. Тогда там было понятно, там не до этого было. Да надо было размножаться, потому что андрогены, они не могли обеспечить перекрестного опаления. То есть, они друг друга оплодотворяли, и они гибли. Просто. То есть, это погибель. Ясно. Поэтому пол должен был разделиться, чтобы вот перекрестное опаление было. Так же, как в мире растений. Понимаете, да? Это промежуточное существо было. Андроген. Потому что не было возможности жизнеспособность здорового тела для психических существ воспроизводить самому себе. То есть, надо искать целое собственное существо, а потом можно и о половинке думать. Ну, у нас все наоборот. Поэтому, если слишком увлекаем с поиском половинки, то это бывает затягивается на многие жизни. Некоторые говорят, ой, я нашел свою половинку. Они подходят, говорят, ой, я нашел, наконец, половинка. Ты себя-то не нашел еще. Половинку нашел. Половинку через два года уже, ну, может, и четвертинкой оказаться. И не знаю, кем и чем. Ну, проверите. Вот я говорю, сейчас вас не хочу разочаровывать. Ну, например, да? Те, кто уже нашел. Вот, а потом, ну, посмотрите. Жизнь же показывает. Ясно? Так вот, под влиянием виталофизической тяги в форме полового инстинкта в физическом существе противоположного пола мы лишь на время вот эту половинку можем найти в какой-то момент. Я говорю, нам пять нет половинки. Куда она делась? А? Ну, вот нету. То есть, это нужно для природы, нужно для воспроизводства физических тел было. А мы уже с умом-то, с большим, с виталом, там уже целую теорию развиваем, да? Вот о любви, о дружбе, о вечной любви. То есть, ум настолько нас в эту ловушку любви загоняет, что мы думаем, что это на самом деле так. Но оказывается, опыт показывает, что, ну, для многих, наверное, этот опыт уже был характерный, да? показывает, что это совсем не так оказывается. Ну, ладно, но это тоже интересно, да? Так вот, эта всяка необходима для воспроизводства новых физических тел, предназначенных для вселения в неё реинкарнирующих душ. И не более того, то ж не впадайте в ловушку, не отправляйте сложные поиски. Многие считают, что безверная спутница или верного спутника нельзя работать на пути сознательной эволюции. Ну, это совсем не так. Можно вполне нормально, это не мешает эволюционному процессу. А думает, вот надо вот спутницу, надо с кем-то идти, вот чтобы она тебя понимала. Ну, как два эгоиста могут идти вот одним путём? Отдельно, пожалуйста, встречайтесь с телами, ради Бога, но по пути-то отдельно идите. Понимаете? И ни о каких духовных материях не разговаривайте с половинкой. Чего о них говорить с половинкой? Половинка своё эго, у них свои там эти заморочки, да? Свои проблемы у каждого отдельного человека в этой работе. А вы друг на друга будете их накладывать, какие-то ложные будут представления об этом. Этого нельзя делать. сохранять. Сохраняйте внутри вот своё точка богатство, накопление духовное, это только ваше. Так вот, тайна разделения полов – одна из великих тайн природы. Реализация процесса разделения полов заняла миллионы лет. И не будем, конечно, гадать, какие конкретные механизмы были заложены в реализации этого процесса, я приму его как факт. Это наша главная задача не объяснять тот или иной феномен, а принять его к сведению, активно работать в направлении сегодня нам угодном, в направлении трансформации собственного сознания. А так, если вы будете думать, а как это произошло, почему произошло, то вы погрязнете в интеллектуальных изысканиях. Ум заработает, возникнут проблемы, с вам станет интересно, витальная вас утянет туда-то, и всё, эволюция закончена. Вы будете проблему разделения полов решать. Вы считаете, главная проблема, парам воссоединение с тем, откуда мы ушли, с чем мы разделились по-настоящему, вот это надо проблему решать. Вот она актуальна. Так вот, тела человеческих существ, третий раз, андрогены расы были уже не эфирообразными, как тела представителей первых двух рас, а имели костный скелет и плотное физическое тело. для питания которого требовалась физическая пища, растительное и животное. Как только появляется плотное тело, значит, начинается поедание представителей, кто-то упал, человек упал. Скелет упал. Мы только о плотном заговорили. Скелет. Вот. Значит, надо уже было поедать представителей низших царств. Плотное тело появилось для своего существования, оно же требовало запоедание. Вот по поводу упал скелет. Я сейчас о скелете уже говорил, да, и вот как грохот раздался. У нас в Уфе была встреча, и там я об агенде говорил. Первый том агенде, первый день я проговорил, а второй день как раз начинался с слов матери о кошках. Мать очень любила кошку, вот о кошках. Я начинаю говорить о кошках, и входит кошка, черно-белая, идет по проходу и подходит ко мне. Все удивились. Я говорю о кошке, она пришла. Только я начал говорить, она себя продемонстрировала. Она около меня прошла, понюхала, и по проходу вот так пошла. Маша ее сфотографировала. То есть пришла кошка, я только начал говорить о кошке. Столько начал, все, второй день, и она входит эта кошка. В чем-то год, я говорил о грациозности, ну, кошка-то это животное исключительно, да, вот, и она идет, идет, и все смотрят, удивились, то ли я позвал, как я могу позвать, я не знаю, что здесь кошка есть в том зале, где мы были. Она вышла, представляет, тут скелет упал. Там в углу стоял скелет, где рояль, Стэнвей, вот, а чего вы смеете? Вот иногда там оккультная сила же играет, приводит кого-то, вот кошку продемонстрировать привели, тут только начнешь говорить, я уже боюсь, что не говорить, я скажу о комне, то не придет. Ну ладно. Так что стали люди, когда плотными стали поедать и растительную, и животную пищу, как сказано в ремних источниках, через какое-то время андрогины начали рождать существ, которых преобладал тот или иной пол. Так человечество полностью пало в зарождение, и в результате рождения смет стали определять период жизни человеческих существ на физическом плане. Как только пол разделился, все. Как только появился мужчина и женщина, все. Стали помирать. А так и не помирали. Так во времена расцвета третьей коренной расы человеческие существа имели мощное животное эго. В результате вполне закономерно возникла старая борьба за существование, за территорию обитания, за пищу, за обладание самками. Понятно? Мощное витальное эго. Еще ума-то не было достаточно, а витальное эго было огромным. Формировалось именно в третьей коренной расе мощное витальное эго. наряду с физическим телом. Образовывались племена, роды, семьи, которые постоянно враждовали, конфликтовали между собой. В борьбе за существование вызывали сильные особи, которые обладали сильной витальной волей и мощными физическими телами. Понятно, наверное? Другие просто не могли бы выжить. И имели, благодаря связи с восходящей эволюционной энергией, эта энергия работы, они имели стойкий эволюционный иммунитет. Не болели. Не болели, здоровыми были. В это же время начала проявляться рассудочная ментальность, и формировалось ментальное эго. То есть думающие животные с телом гигантской обезьяны набирало эволюционную силу. Трудное было время и кровавое, это наше эволюционное прошлое, которое степлится в глубинной памяти у нас в нашей генетике телесной. Есть оно? Там записано, наверное, это время. А? Есть оно? Вот эта кровожадность человеческая, агрессивность. Все это писалось в те самые времена, когда физическое сознание, базис физически закладывался на генетическом уровне. Это не психогенетика души, это генетика нашего физического тела. Да-да, мы все с вами прошли через стадию полуживотного существования, а некоторые так и не вышли до сих пор из этой стадии. Там застряли и живут, и живут именно в этой стадии. То есть деградация сейчас наблюдается. Если нет эволюционного роста, то есть направления к свету и истине, то идет деградация. То есть инволюция уже в эволюционном процессе. Увы. идет растягивание мощное по полюсам. Сейчас это наблюдается. А в современном человечестве растет страсть к убийствам, зачастую и не мотивированным. Убийство ради убийств. Вот оттуда это пришло. Это пробуждается, это просыпается, вот эта генетика полуживотная агрессивная, она просыпается, потому что эта энергия эволюционная сознательная давит на человечество, давит и буквально проникает до самого дна, до самой, так сказать, нашей телесной материальности, она выстреливает туда и пробуждается, вот эта зараза. задумает остановить терроризм какими-то, так сказать, негодными средствами, ну, увы, способен только расширяться, судя по всему. Поэтому надо делать делать, эволюционировать надо. Вот уж сегодня актуально. Все остальное, ох, я, хотят уже, так сказать, не наш с вами задвота. В наших генах и каннибализм заложен, потому что человеческие существа, которые жили совершенно обособлены, не имели возможности питаться, они убивали детей или убивали своих соплеменников или пленников и кушали. Вот в пустыне Атакама, ведь недавно в Чили были найдены такие пещеры, где сохранились явные признаки каннибализма поедания человеком себе подобно. Грудных младенцев там мозг высасывали, что-то убирают специально это делать. А это в памяти хранится. Поэтому проявления подобные неудивительны, это записано. Записано генетическом уровне. И в тот же период, в тот же период, в период, когда третья коренная раса полуживотные тела агрессивные, населявшие землю, появились. В тот же период произошло так называемый грех падения человека, когда мужские человеческие особи в порыве витальной страсти стали совокупляться с самками крупных животных и породили так называемую немую расу. Я говорю о данных, которые плаватская приводит. Вот это немая раса. В результате подобных совокуплений рождались свирепые волосатые чудовища, ходившие на четверенках и вступавшие в кровавые схватки с человеком. То есть помешали. Генетика такая была. И сегодняшний человекообразные обезьяны, это не моя раса. Остатки это не мой рас. Это существа с грустными глазами. Если обезьяне в глаза посмотреть, не очень грустные глаза, это дети грехопадения. Вот это который давно когда-то был. То есть это ведь не эволюционирующая. просто отсыхающая ведь человекообразные обезьяны. Вот как раз вот это не моя раса. Это вымирающие существа. Аптодоксальные дарвинисты пытаются нам доказать, что они являются прямым предками человека. Совсем не так. к концу третьей коренной расы после окончательного разделения полов человеческое существо имели физическое строение формы уже близкие к сегодняшнему. И к этому времени все материальные структуры нашей планеты и всех ее обитателей соответственно достигли максимум материальности. И в это же время в человечестве в связи с утратой способности передачи чтения мыслей вибрационным путем как-то те существа понимали друг друга невербальное общение было. Ума было мало, речи наверное не было, там какие-то были звуки, но понимали друг друга, как животное друг друга понимает, они же не разговаривают, а просто понимают друг друг. Так вот с утратой способности передачи чтения мыслей получила развитие односложная речь гаттанной. Вибрационный иммунитет был утерян, и как следствие появились болезни. Наиболее продвинутых в эволюционном отношении человеческой особой появились начальные формы рассудка и разума или интеллекта. То есть земное человечество готовилось вступить в фазу проявления оккультно ориентированного эгоистического интеллекта. и как утверждают древние предания материк лемурия на котором проживала третья коренная раса сам материк и большинство ее населения были уничтожены внутренним огнем. Сейчас с вами тоже знаем, что внутренний огонь существует, явление пирокинеза достаточно известное, то есть есть внутренний пламя, внутренний огонь, который способен уничтожить материальный объект. Внутренний огонь представлял собой неусвоенную, судя по всему, неусвоенную восходящую эволюционную энергию, которая пронизывала все планетарные структуры, тела всех обитателей планеты. И не имея свободного выхода в пространство, через максимально уплотненные материальные оболочки, эта энергия породила внутренний катаклизм. То есть она проникала в тела, а материальные препятствия не давало ей выйти. То есть по сути внутренний огонь, изобилие или избыток внутреннего огня, вот той энергии, которую формировало человечество и вообще планетарные структуры и другие миры, она вызвала такой огненный катаклизм. Огненный катаклизм. Сейчас тоже мы где-то в преддверии огненного катаклизма, если верить пророчествам спасителя, евангельским откровением, понимаете, да, квантовый скачок эволюции, он тоже должен посредством неводного огненного катаклизма произойти. Об этом идет речь. Внутри не огонь, не пламя, но же энергия другого качества. Но тоже она способна вызвать огненный катаклизм. Чтобы мы были с вами вооружены. И с эволюционных позиций эта глобальная катастрофа была абсолютно закономерной, избежать ее было невозможно. Она стерла с лица земли витально перезревшую, витально перезревшую человеческую раз. Это как раз именно витальная раса была. Могучая витальная раса. Вот наше витальное существо витальное как раз сформировалось именно в тот период. Период третий коренной расы. Продолжение следует...